Более сотни севастопольских детей обучаются в первом интернате. Это ребята с особыми потребностями, потому и труд педагогов сложен двойне, говорит директор учебного заведения Елена Кадакова. Принимая поздравления в день юбилея, педагог, между тем, главной своей гордостью считает воспитанников. Сегодня это праздник для детей в первую очередь. И, конечно, во второй очереди для нас всех педагогов, потому что это как бы подведение итогов. Всё-таки это не просто юбилей, а 50 лет это подведение итогов. Что сделано, что собираемся сделать. И сегодня мы пригласили к себе друзей, которые действительно нам помогают. Тёплые взаимоотношения у руководства и учащихся интерната сложились севастопольской школой номер 57 с музыкально-хоровым профилем обучения. И в день юбилея коллеги не остались в стороне, привезя с собой ряд подарков. На протяжении 7 лет мы дружим с интернатами номер 1 и номер 2. В настоящее время они слились. Это одна единая семья. И наша школа тоже с ними единая семья. У нас одна задача – это дети прежде всего. Мы любим, уважаем и не забываем. Каждый класс у нас берёт шефство над ребятами. Мы их поздравляем с днём рождения, с Новым годом. И просто так приходим в гости, общаемся. Нам интересно и ребятам интересно интерната. Многие воспитанники показывают хорошие результаты в спорте и творчестве, говорят педагоги. Кроме того, учебное заведение даёт возможность наравне со средним образованием получить и рабочую специальность. А это делает его выпускников конкурентоспособными на рынке труда, считает заместитель начальника управления образования и науки Виктор Корнеёц. Помимо учебных знаний получают также навыки, которые им помогут в жизни. А именно, они получают профессию. Девочки – профессию швеи, мальчики получают профессию обувщиков, каменщиков, маляров. То есть они во многом подготовлены к жизни, получают первые свои рабочие профессии, первые разряды. Со сцены в честь юбилея звучали слова поздравления от государственных структур и организаций, шефствующих над школой-интернатом. Гости пришли не с пустыми руками и подарили воспитанникам необходимые им быту вещи, технику. Завершилось же торжественное собрание праздничным концертом. Олег Ставченко, Денис Александрович. Программа «Наше время».